дорогие зрители всех приветствую на канале герчи кирко с вами виктория сипчук тема данного видео будет про уровень расскажу что такое уровень и вообще почему он так важен в трейдинге почему так важен торговле потому что уровень это основа основ то есть если вы неправильно изначально выделяете ценовую отметку на графике в принципе ломается вся система и ломается тот сценарий которого задумали поэтому чертить уровне правильно это очень и очень важно это самая основная база которому должен научиться каждый трейдер прежде чем торговать начнем с определения уровень уровень это горизонтальная линия на графике которая основывается на ценовой отметке ценовую отметку определяет участники рынка который останавливает или начинают движение от определенной цены уровень нам показывает поведение движения и настроение рынка а также относительно уровня мы определяем сценарий очень важно какой уровень трейдер выделяет от этого зависит торговая система и алгоритм поэтому правильно построение уровней это основа основ в трейдинге что означает что уровень до показывает нам поведение движения настроения рынка на На самом деле, очень нам помогают в этом уровне, причем исторические сильные уровни. Также сценарий, который мы торгуем здесь и сейчас, мы просто понимаем, какой идет подход к уровню, какое идет настроение, какая волатильность, далекое закрытие, либо повышенная волатильность. Есть ли там касание, есть ли ложный пробой. Мы примерно понимаем настроение рынка, когда? Только возле уровня. Мы не можем просто открыть график и в принципе понять, что происходит. Мы можем глобально определить канал или тренд, но если мы начинаем торговать сценарий, в этом нам помогает только уровень. То есть от уровня работает в принципе и движение, и поведение цены, и сам сценарий, и в принципе сама сделка. Давайте я вам покажу на графике примерно, как выглядит правильный сценарий и вообще почему важно определять уровень. Возьмем валютную пару, австралийский доллар, дневной график. Чтобы торговать вообще, неважно какой сценарий, отбой, ложный пробой или пробой, важно определить ту точку, да, то есть ту точку на графике, от которой вы начинаете заходить. Вы должны себе объяснить, почему я захожу здесь, от какого уровня, да, вот например, давайте выделим уровень, например, сценарий пробой. Вы торгуете, да, вот вы выделили, например, отметку вот здесь. Вы смотрите, почему я выделила, да, вот здесь вот отметку, я должна объяснить себе, почему я выделила вообще этот уровень. Этот уровень, я себе должна сказать, да, или прописать, он должен подтверждаться на истории. Не обязательно, да, если мы локально что-то торгуем, если я вижу сильное движение, в принципе мне неинтересно, что там исторически происходило. Потому что, в принципе, исторически это начало истории, да, там, так скажем, начало ценовой отметки, допустим, да, новой отметки, это тоже отметка является сильной. Почему? Потому что остановили сильного продавца, да, изломы, они самые сильные уровни на графике. Я смотрю уже по отношению к уровню, да, что вообще происходит. Я вижу подход к уровню, я вижу далекие закрытия, вижу LP, да, то есть если по отношению к этому уровню смотреть, я вижу ложный пробой, коррекция опять, да, в лонке, опять же пробой. То есть не реализация ложного пробоя, а в итоге пробой. Могу ли я такой сценарий торговать? Могу. По отношению к какому уровню? К этому уровню могу. А что мне это дает? Я понимаю, что инструмент стоял в накоплении, я понимаю, что сломали покупателя, не дали пойти в лонке. В принципе, у нас продолжается нисходящий тренд. Если я поставлю уровень, например, где-нибудь здесь, это уже будет другой сценарий. Что это будет? Это что у нас будет? Просто подход к уровню, далекое закрытие с тенью. В итоге опять у нас пробой, это совершенно другой сценарий идет именно от этого уровня. Этот уровень имеет место быть? Имеет место быть. Почему? Во-первых, он повторяется на истории, да, подтверждается. Этот уровень, с него был сделан перехай цены, то есть покупатель обновил хаи. Поэтому с этого уровня я, в принципе, тоже могу торговать пробой. Но это просто пробой, да. Пробой, так скажем, накопление, вот такой широкий канал и выход из канала. Могу такое торговать? Могу. И для чего это все делается? Очень важно, где вы поставили уровень. Здесь или здесь, да. Здесь я могу уровень поставить. Имеет место быть здесь. Да, это уровень отката. Могу ли я здесь торговать его в пробой? Ну, судя по волатильности, да, здесь была повышенная волатильность. И судя по тому, какой был разворот именно в конце движения, то здесь маловероятно, что мы пойдем на пробой. Почему? Потому что торгуемся, во-первых, внутри параномального бара, да. Здесь у нас идет поджатие, но оно идет у нас против тренда, потому что все-таки вот этот глобальный бар, такой вот достаточно большой бар, лонговый показывает, что идет как бы разворот. Но это, судя по всему, глобально мы видим, что это не разворот, это просто такое накопление. То есть, если здесь заходить, то вы тогда смотрите, почему я тут захожу и что мне это дает, да, пробой чего. Это ближний ретест или что это такое, или это накопление, да. Или мы ставим уровень здесь, да, вот мы отсюда смотрим, или мы отсюда смотрим, да. То есть, очень важно, где вы ставите уровень. И когда в этот уровень ставите, вы себе определять, что это за уровень и почему я могу его поставить. Есть так называемые исторические уровни, есть локальные уровни. Исторические уровни я, наверное, больше использую лично. Я использую больше для прибыли, то есть для take profit, для выставления, фиксирования, да, для фиксирования прибыли. Я смотрю исторические ближайшие уровни. Если я торгую что-то локальное, если я торгую ложный пробой, пробой, отбой, я беру ближайшие уровни, то есть мне помогают они, нежели чем я буду смотреть где-то далеко, далекие уровни, они мне уже ничем не помогут, да, потому что здесь они уже не так актуальны. Еще пример. Например, вы торгуете ложный пробой. Если вот вы уровень поставите здесь, вы можете вот этот хвостик расценивать как ложный пробой и заходить здесь, правильно? Если вы поставили уровень здесь, в этот сценарий уже торговываете как отбой, допустим, да, на развороте. И тут уже ложный пробой подтверждается. То есть очень важно, где вы ставите уровень. То есть от этого зависит, в принципе, ваша система и ваша торговля. Если ставить уровни хаосно, то есть не понимая где, зачем, почему, соответственно, будет такая же торговля хаосная, непонятно. Вы для себя должны определить, какой уровень вы торгуете. Например, вы записали, я торгую только уровни излома. Хорошо. Я торгую только лимитные уровни. Хорошо. Я торгую уровни, которые были образованы ложным пробоем. То есть я торгую уровень, да, допустим, вот уровень излома я взяла, и я вижу, что на истории делают ЛП, вот такой ложный пробой я торгую. Потому что этот уровень, да, постфактум, так сказать, ЛП, это постфактум после, уже после того, как уровень обозначили, он происходит. Я торгую ложный пробой на изломе, допустим, да. Или я торгую отбой, да, тоже, вот, например, где-нибудь, вот отбой, да, БПУ-1, БПУ-2, а БСУ у нас вот, вот БСУ. Допустим, да, лимитка. Отзеркали мне. То есть вот конкретно вы должны понимать, что вы не так, что бывает, открываешь сделки и смотришь, я вот тут уровень поставил, или вот тут, и непонятно, где вы уровень ставите. Вы, если торгуете пробой в шорт, вы должны торговать конкретную отметку, уровень, да, пробой чего идет. Уровней-то касаний-то много, а уровень 1. То есть главный игрок 1, который оставил то самое касание, все остальное это распил. Вот как мне бывает пишут, что ложный пробой бывает там один раз по отношению к уровню. Да, ложный пробой бывает один раз по отношению к уровню, потому что это значимый такой, значимый знак, да, на уровне. Все остальное это, кто говорит распил, кто говорит подтверждение. Я говорю, что это просто подтверждение, что игрок просто укрепляет свою позицию. Вот он сделал ложный пробой, он еще раз коснется, он еще раз коснется. Это делается для того, чтобы люди, да, участники рынка повелись на то, что там ложный пробой якобы не сработает, это всех заводят, так сказать, в ловушку, да, и, соответственно, все эти касания мы также можем расценивать, либо нереализация ложного пробоя, да, и ломают картинку, и такое бывает, либо мы торгуем подтверждение от ложного пробоя, да, то есть торгуем конкретно уровень, и вообще вот моя рекомендация, уровни, да, если вы чертите правильно на дневном графике, не нужно их перемещать там в течение дня куда-то там двигать, особенно если вы переходите внутри дня, внутри дня желательно тоже должен стоять железобетонный уровень с дневки, если вы торгуете локальный сценарий на часовике, да, дневка у вас там, например, в хорошей зоне, значит, вы ставите на часовике тоже нормальный и правильный уровень, если посмотреть на часовик, вот, например, австралийский двор, тут с ума можно сойти, и уровень здесь можно поставить, и здесь, и здесь, что вы хотите от них торговать, во-первых, да, какая зона, какая волатильность, что вообще происходит, поэтому шума много, да, когда вы видите очень много уровней, Поэтому моя рекомендация вам. Много видео, обучающих также здесь Горчуко и от меня, Александра Михайловича, и достаточно материала в курсах, в книге есть, что такое уровни, какие они вообще основные бывают. И вот вам просто, те, кто только начинают, элементарно нужно научиться видеть вот эти сильные отметки, хотя бы сильные движения, где они останавливаются на изломах, хотя бы элементарно вот эти вот узломы вы должны на графике в первую очередь видеть, потому что это самые сильные уровни. И только потом уже принимать для себя решение, что вы хотите торговать, лимитки, может быть уровни образованы паранормальным баром, может быть уровни образованы изломом, ложным пробоем, уровни гэпа, также кто торгует акции, достаточно уровней гэпа, они также отрабатываются. Вот поэтому очень важно, очень важно, где вы ставите уровень. Вы можете поставить здесь, да, торговать, например, отбой, да, либо вы вообще можете поставить здесь, и это будет расцениваться как ложный пробой по отношению к этому уровню. То есть, понимаете, да, либо вы можете поставить здесь, и это будет расцениваться как отбой по отношению к этому, это же отзеркаливание, кто-то торгует, например, только зеркальный уровень. Поэтому моя рекомендация, конкретно записывайте, что вы торгуете, какой уровень и какой сценарий. Уровень-сценарий. Не должно быть так, что сценарий и непонятно какой уровень. Вот сценарий пробой, и от всех уровней мы торгуем пробой, от всех подряд, какие надо, не надо, какие сильные, не сильные. И обязательно нужно научиться определять, где сильные уровни, где слабые уровни. Это очень важно. Все, спасибо за внимание. Кому ролик понравился, был полезен, ставьте лайк. Это ваша благодарность. Те, кто очень подписан на канал Герчик Коп, подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие видео. И всем до встречи в следующих видео. Всем успешного обучения.